Первый вопрос был как бы для меня учебной морской практикой. Учились очень просто. Ударился, как называется. И таком образом я изучил все части парусского судна, весь такелаж, даже остаток парусов. Моим учителем был преподавателем Раддороев, такой Владимир Тимофеевич, генеральный был человек. Он был мастер по парусному спорту, ходил в меньшей военной форме, а на паруске он был главным человеком. Когда за рюмкой мы с ним сидели, он говорит, вот сами, вот поймают у меня американцы. И будут меня бить и мучить. И говорит, как устроена система подводных лодок у вас атомных и так далее. А я молчу. И говорит, а как у вас скорострельные пушки? А я молчу. И вот понимаете, потому что дело-то в том, что я кровью пульсовую, ничего вообще не знаю. И они будут говорить, как хорошо держался этот русский моряк. А я же не знаю. Вот, значит, у нас наши, моряки наши, они все время там лихо сбегали там по вантам на рейли, на сайлинги, там ставили, брали паруса в любую погоду, их там год тренировали на штатских учебных классах. И оказалось это простым легким делом. Нам же, всякие штатские сволочи, прикомандированные на метро, запрещалось отрываться от палубы под страхом смерти. Вот. А заполит, когда мы встречали американские военные корабли, которые, видя красивый парусник, там пока еще военный флаг, они, конечно, делали заходы, шли мимо нас, мы играли в захождение, там выстраивали почетные караулы, а не нам. И он требовал, чтобы все штатские люди выбирались вон, в трюм. А нам очень интересно было посмотреть. А он согласно указ Петра Первого, что время боевых действий, значит, лекаря, картинарность и прочая нечисть должна уходить с палубшим и сохранять ее своим гнусным видом. И так далее. Но, так или иначе, я решил все-таки попробовать влезть на матч. Ну, как-то проплавить четыре месяца, проработать на судне. Но я выбрал, так сказать, тихую погоду, второй грот. Дело в том, что там, перед вторым гротом, там четыре мачты, все, значит, фок, два грота и без этого. И перед вторым гротом открытый мостик, и команда смотрит вахта вперед, никто не оказывается. Я офицер вахтиной тоже. Я, значит, выбросил за чекушку спирта этот, строговый поезд, с карабинчиком, и полез, значит. Погода тихая, я влез на взлет на Марсовую площадку, высота Маши 54 метра, по-моему. Я влез лет на 25, вроде нормально, чувствую себя хорошо, ищу на саленках. А там, значит, уже и трапик покруче, и вантины пореже. И я, значит, так до саленков долез, а потом здорово посмотрел вниз. И в желтую же. Где корабль? Нет. У подножной мачки какая-то желтая щепка, а дальше вода. Последним усилием слабеющей воли я пристегнулся к Вантине. Дальше я не помню. Дальше рассказывал светлой памяти капитан второго ранга, умерший от инфаркта, позднее выяснил шиши с торповым. Из того, что он переводил на русский язык, примерно такое. Значит, вот снимали тебя в трамбу, говорит он, по-хо-хо-хо. Значит, два моряка тебя строговали, чтобы ты не выпал. А третий пытался от Вантин твои пальцы отверстили. И у него ничего не получилось. Смотрите, как отца Федора. И у него ничего не получалось. Они с тобой 15 возились, только мычал, головой мотал, а пальцы не отпускали. Значит, потом надоел с тобой возиться, он тебе дал легкого подзатыльника, и ты отключился, тебя внесли в лес. Легкого подзатыльника, это Овчухов тот самый, он был человек богатырской силы, и он, значит, то есть он гнул от подковы бесплатно, заполнил трон и хоруал пальцами. Вот чудовище. Он не мог мои пальцы отмонтировать. Вот, короче, у меня был кровоподтек такой, два месяца я ходил, чтобы шею не мог поворачивать. До результата, конечно, была написана пиратская песня.